Сотни тысяч иностранных студентов американских вузов, по крайней мере те, кто не уехал с началом пандемии, получили крайне тревожную новость. Иммиграционная служба США сообщила, что учащиеся иностранцы обязаны будут покинуть страну, если университеты, в которых они учатся, решат полностью перейти на онлайн-обучение в новом осеннем семестре. Новое распоряжение в первую очередь касается обладателей виз типа F1 и M1, это категория студенческих виз для тех, кто получает в США академическое или профессионально-техническое образование. И вот если осенью эти учебные заведения полностью перейдут на формат преподавания по системе онлайн, эти студенты будут вынуждены покинуть США, вернуться домой и продолжить образование дистанционно. Исключение, которое сделала миграционная служба, это только для тех университетов, которые все же сохранят хотя бы отчасти некоторые занятия в очном режиме. Также в миграционной службе сообщили, что студенты, которые уже находятся в стране, они могут использовать альтернативные способы продолжения обучения, например, если переведутся в университеты, где все же есть очная форма образования. По данным организации Института международного образования в США больше миллиона иностранных студентов, и, конечно, для многих из них эта новость стала неожиданностью. Также по новым правилам посольства США совсем перестанут выдавать визы тем студентам, которые находятся вне страны, но поступили в американские университеты, которые уже объявили о том, что осенью образование будет осуществляться только по системе онлайн. Среди таких вузов, например, Гарвардский университет, там в понедельник сообщили о том, что хотя осенью намерены обратно вернуть на кампус, около половины всех студентов, все же все занятия будут осуществляться удаленно. И, комментируя решение миграционной службы, президент Гарварда назвал его необдуманным. Я напомню, что согласно стандартным студенческим визам, действительно, часть обучения всегда должна проходить по системе очного обучения, но это правило было отменено с началом эпидемии коронавируса, когда, как известно, большинство вузов США пришли на систему преподавания онлайн. И многие студенты, как нам сообщили, они надеялись, что все-таки эта поправка сохранится и на будущий семестр, но миграционные службы решили по-другому. И я напомню, что общая позиция администрации США заключается в том, чтобы вернуть студентов и школьников к нормальному формату учебы как можно скорее. И даже вот накануне президент Дональд Трамп написал в Виттере сообщение с призывом начать уже осенью обучение в стандартном режиме.